Начался дождь, потекли крыши. Тревожный сигнал поступил с Кузнецова, 40. Недавно, как утверждают жильцы, они сделали ремонт. Кровли за свой счет. Раньше текла бесплатно, а теперь за свои деньги, говорят жильцы. Сбросились, купили евро-рубероида на тысячу гривен, показывают квитанции. Крышу перекрыли, а в подъезде продолжает течь. Подставляют тазики и перешагивают через лужи. Во всех наших квартирах грибки на стенах, потому что это сырость, потому что устраняется по всем стенам. В доме у нас мокрицы из-за того, что сырость. Каждый день мы приходим с работы, вот тут тазик полный, там литров сколько, 8. Вот выносила его полный, полный, полный. Даже вот текло, кроме него же стекает, капли идут, растекаются там, вот шов там вверху, и он туда-сюда, вот это еще. Кроме этого, вот так полно воды повытираю, вылью, опять поставила. Валится, течет постоянно. Это постоянно у нас уже не один год. Вот такое. Это мы собирали деньги, делали, а оно все равно течет. Разве так делают ремонты? Понимаете? А бешеные цены. Вот моя трехкомнатная квартира, я только что заплатила. 581 рубль без телефона. Прежа сидят в темноте, работает генератор. Электричество отключили за долги жителей военного городка. Говорят, ремонт кровли выполнили полностью. И не только в этом подъезде, но и в других. Это, скорее всего, трещина в ливневой трубе. Именно на сварке. Завтра будем принимать меры, определять ее, потому что эта трещина, по всей вероятности, находится в плите перекрытия. Она не видна вооруженным глазом. Придется разбивать плиту перекрытия и определять место утечки. Считают, ливневые трубы быстрее приходят в негодность. Плюс дома дают усадку. Так что порывы – дело житейское. Как погода наладится, обещают. Сделают, но предупреждают. Будет не быстро.